Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как создать такую композицию. Или вот такую. В общем, если вы хотите посмотреть, чего мы добьемся в этом уроке, то смотрите конец этого видео. Так. Значит, синема готова. Вот она. Ещё раз повторяю. Если вам, если вы не умеете обращаться с программой, я рекомендую посмотреть мой первый урок с глянцами шариками. Да, я буду говорить часто. Там я подробно вроде всё объяснял. Так, что же нам нужно сделать? Для начала выбираем настройки рендера. Нажимаем. Выставляем разрешение, любое, какое вы хотите. Я убираю, как всегда, широкоэкранное. И всё отлично. Теперь с зажатым альтом и кнопочкой левой кнопкой мыши мы крутимся тут. Вот, управляет. И также на английской раскладке необходимо всё это делать. То есть, Ctrl-Z, горячие клавиши не будут работать, если у вас будет русская раскладка. То есть, Ctrl-Alt или Shift-Alt, как у вас переводится, я не знаю, вы переведите. Итак. Идём в мограф и создаём текст. У некоторых не будет этого пункта, так как у них будет другая версия. У меня Studio, значит, у меня должно быть. Качайте другую версию синим, значит. Так. Значит, с текстом мы пишем G, первая буква. И через зажатым Ctrl-ом и левой кнопкой мыши мы переносим вниз. Пишем здесь... А, нет, давайте сначала Delete-нем, удалим и выставим параметры. Давайте глубину мы выставим 60. А, шрифт мы выберем... Так, вам видно. Вот этот. Хотя нет, подождите-ка. В принципе, без разницы, вот это сойдёт. А теперь уже пора копировать через Ctrl. Или Ctrl-C, Ctrl-V тоже работает. Так, ну что же. Пишем здесь букву Z. Ой. Z. Отлично. Нажимаем на неё. Давайте, чтобы было проще, два раза кликаем по названию. Пишем здесь G. G и здесь Z. Отлично. Ну, чтобы было удобнее управлять, всё было понятней. И спускаем её под... Ну, чтобы они были под друг другом, так сказать, да. Теперь идём в зажатой левой кнопкой мыши. Ну, или просто нажмём. Да, зажимаем левую кнопку мыши, пока не высветится вот это окошко. Раз, всё. Или зажатой мальт. В общем, зажимаете левую кнопку мыши и не отпускайте её. Наводите на плоскость и отпускаем всё. Плоскость у нас. Теперь нажимаем на колёсик. Переходим в вид. Справа давайте. Так, по-моему, справа, да? Сейчас проверим. Ну-ка. Так. Да, справа. Значит, выбираем вращение. Нажимаем на полосочку, потом зажимаем shift и крутим на 90 градусов, чтобы было ровно. Всё, отлично. Теперь даже можно, ну, можно немного туда, оп, вот так вот сделать, чтобы было... Чтобы они прислонились к поверхности, эти буквы. И теперь нашу поверхность берём вот за эти точечки и тянем в разные стороны. И внизу. Либо переводим в режим... А, либо вот. Хоп. Масштабируем. И всё. Просто так мы можем... В общем, ладно, не важно. Так, теперь... Теперь давайте создадим сплайны. Спросите, что это такое? Нажимаем на колёсик, идём в вид спереди и здесь выбираем сплайных. Давайте кубический, наверное. Это будут у нас все же самые провода. Значит, выбираем точку, например. Так, посмотрим сейчас, как у нас там. Ну да. Выбираем точку здесь, потом здесь, потом здесь. И ставим сюда. Всё, отлично. Нажимаем в пустое место. Опять давайте отсюда, 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 сюда и вот сюда. Супер. Опять в пустое место. И от буквы Z. Давайте вниз. Раз и раз. И раз. Не-не-не. Через Ctrl Z отменяем это всё. Давайте, чтобы углы у нас не были столь резкими. Вот. Отлично. Теперь, если мы перейдём в перспективу, вот что мы увидим. Нажимаем опять на колёсико, идём в вид справа и что мы видим. А, нет, подождите, давайте сначала зайти чё. В перспективу. И здесь мы выбираем... Сейчас скажу. Вот. Нажимаем, значит, объекты. Ой, выбираем, значит, пункт. В общем, вот этот пункт. Идём и выбираем Sweep Norbs. Sweep, короче. Дальше. Это для того, чтобы наши ниточки, вот эти сплайны, стали объёмные. Теперь мы должны наш сплайн, третий вот этот, по счёту, кинуть в Sweep Norbs. Он должен преобразоваться в трубу. Но этого не происходит, поскольку мы не задали ему нужные параметры, а именно мы не сказали, какой формы он должен быть. Идём в сплайн и выбираем здесь... Ну, например, я вам приведу сейчас, покажу. Прямоугольник. Кидаем его между Sweep'ом и сплайном. Хоп. Сейчас мы уменьшим его. Обратите внимание, что у нас получилось. Так, выбираем затемнение линий, чтобы было удобнее смотреть. И квадратный такой, видите, сплайн получился. Нам это не нужно. Поэтому мы его удаляем. Нам нужен... Именно окружность нужна. Кидаем её между нашими объектами. И вот что мы видим. Радиус. Нажимаете на окружность и уменьшаете. Либо здесь радиус, либо... Ну да, либо вот таким вот образом. Просто тянете. Либо за эти штучки, либо... Хоп. Ну, в общем... Да, в общем, уменьшаете. Да, нужно вам размера. По-моему, круто. То же самое проделываем с остальными сплайнами. Давайте с зажатым альтом. Угу. Нито сделал немного вот так. Сюда между ними опять. Так, и давайте, чтобы было точно, вспомним радиус. Давайте... Четыре. Блин. Чё-то я нито сделал. Четыре поставим радиус. И здесь тоже... Четыре. Супер. А здесь мы делаем то же самое. Альт. Так, и... Зажимаем. Всё. Так, только... Не забывайте, что он уменьш... Так. Стоп. На телефончик нужно было ответить. Всё. И здесь тоже выбираем. Четыре радиус. Радиус четыре. А, да. Ну, в общем, у меня получилось вот так вот случайно. Я местами их поменял. Вы просто выносите их сюда и добавляйте. Всё. Теперь, ну, посмотрите, они у нас, ну, не лежат на поверхности. Делаем то же самое. Нажимаем на колесик. Либо, если у вас что-то не работает, вот. Идеальные клавиши. Хоп. Тоже можно. Я не знаю, многие им пользуются, но мне как-то не очень может удобно. Ну, ладно. Также выбираем. Ну, давайте. Ну, ладно. Переходим в вид справа. Выбираем. Давайте нажмём вот так, чтобы были сплайны. Плюсики. Нажмём на первый и на последний. И давайте их перемещение выбираем и прислоняем их к нашей поверхности. Отлично. А, теперь мы давайте-ка кликаем два раза. Создаётся новый материал. Отлично. Создаём материал для начала, для нашей поверхности. Нажимаем. А, да. Отмена. Выбираем здесь градиент. Нажимаем на градиент. Кликаем два раза в ползунку. Ну, здесь выбираем давайте... Я не помню, честно, какой выбирал. Ну, давайте фиолетовый, может быть. И... Только посветлее мальца. Давайте вот так, что ли. Ещё светлее. Отлично. И давайте какой-то, по-моему, ахристый, что ли. В принципе, это не суть. Вообще не суть, потому что нам их особо не будет видно. И выбираем здесь циклический. Да, циклический. Меняем местами. Нет, хотя нет, давайте не будем менять. У нас тут не фиолетовый посередине. Отлично. Отражение ставим. Да, оно не нужно, но поставим 5%. Пусть... Пусть щай будет. Дальше. В глянце мы... Давайте сделаем, чтобы у нас был хороший такой рефлекс. Мы его увеличим. То есть высоту. И расширим. Таким вот образом в процессе потом посмотрим. Может быть, что-то изменим. И просто-напросто переносим на нашу плоскость. Вот или вот сюда. Вот так вот. Хоп. И всё. Отлично. Так, теперь. Нужно создать новый материал. Кликаем в два раза пустое место. Убираем глянец пока что. Цвет тоже убираем. И включаем самосвечение. Здесь мы выбираем... Ну, пока что 200 поставим. Даже 250. Не-не-не, 200 сойдёт. Потому что 250 это было слишком очень много. Цвет выбираем вот голубой. Если мы... Насколько у нас... Сколько у нас яркость слишком высокая, то... Цвет мы выбираем более тёмный. Ибо яркость у нас будет более светлая. Так. Дальше. Всё. Закрываем. Теперь кидаем на нашу... Кое-что мы очень главное забыли. С нашими буквами мы не до конца разобрались. Копируем их. Хотя нет, слушайте. Не обязательно копировать. Сейчас попробуем. Нам необходимо обратиться к пункту... Так. Где он тут? Атомная решётка. И попробуем кинуть туда... Да-да-да. Всё-таки нам потребуется создать новый текст. Давайте через Ctrl вниз копируем... Ой. Так, букву вкладу нужно копировать. Всё. Мы её копировали. Теперь мы её переносим в атомную решётку. Как видите, она у нас стала такая вот... Атомная. В общем... С шариками. Нажимаем на эту решётку и радиус сферы выставляем 2. Даже нет, 1. Разбиение ставим... Давайте 30. Это у нас что конкретно? Нет, разбиение так и оставим. Видимо, нам нужно увеличить количество сегментов. Сейчас, подождите, надо вспомнить... Общий. Так, а если 5 и 5... Ага. Давайте выберем 3 и 3. По-моему, классно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Затемнение ГУРО сделаем. Ну, что-то в этом есть. Даже можно четвёрочку сделать. Хотя... Ну... Ну, как-то попробуем так. Не, не получится. Ладно, давайте троечку выставляем. И здесь тоже троечку покажет. Вот, всё. По-моему, круто. Теперь разбиение мы... В... Ставим здесь, оставлю 8. А в буквах мы выставляем 5. В принципе, нам много и не нужно. Всё. То же самое проделываем с буквой Z. Копируем её. Через зажатый мальт мы идём в... Сюда. И добавляем эту на решётку. Здесь выставляем 2. Этого нам здесь сойдёт. Ну-ка, стоп. А, смотрите-ка. Шрифт другой, поэтому здесь... Не будет. Здесь будет тоже разбивка, но... Если хотите, можно шрифт поменять. Если вас это как-то не устраивает. Давайте тоже такой выберем. Ну. Попробуем. Передвинем его сюда. Ну, по-моему, круто. Только масштабировать нужно его мальца. Вот, супер. Отлично. Так, классно, 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 классно. И давайте-ка... Посмотрим. Всё вроде бы у нас точно. Ладно, это не суть, я вам скажу. Самое главное узнать, в чём смысл урока, вообще понять. Вот, теперь пришло время. Давайте увеличим до 3. И здесь до 3. Отлично. Теперь мы кидаем материал на... На атомную решётку. Давайте её поднимем вверх. И нажмём тут минусики, плюсики. Чтобы у нас было более ёмкое пространство. И также кидаем на G. На букву G. Посмотрите, как она светится. Если вам это не нравится, ярко. Ну, в viewport пока что. Линии нажимайте. И всё равно, насколько я знаю, очень ярко. Давайте посмотрим, что будет, если мы зарендерим. Ничего. Вы видите? У нас... Это что такое-то? Разве и есть тот самый неоновый эффект? Где? Я его не вижу. Так, ладно, нажимаем настройки. Идём в эффекты. Ставим глобальное освещение. Здесь мы выбираем... Если хотите, выберите Квази Монте-Карло. Но я пока не буду его убирать. Всё. Этого достаточно. Закрываем. Так, что нам нужно ещё? Теперь нам нужно кинуть материал на наши трубочки. На наши проводки. Отлично. И теперь давайте зарендерим. Хотя нет, можно просто нажать на... Рендер в менеджере изображения и... Так. Итак, смотрите, что у нас получилось. Мы перебрали с... Самосвечением. Как я и говорил. 200. Даже этого много. 150 ставим. Цвет ставим более нежно-голубой. Не-не, чуть-чуть. Ну, сойдёт. А глянет, давайте попробуем его уменьшить. Я, честно, не очень понимаю, от чего зависит это само свечение. То есть, как бы, я не... Я понимаю, но я не понимаю, сильно ли... Насколько сильно зависит это от глянца. Давайте... Что я сделал? Я вам сейчас объясню. Подождите. Значит, я нажимал сюда, зажатый левый кнопок мыши, убираю рендеринг фрагмента и... Хоп. Вот он и фрагмент. Что хотелось бы сказать. Я думаю, можно выпустить ещё пару уроков по этому поводу. То есть, по неон, по самосвечению, если вам что-то там понравилось. Или вообще, я сам хочу выложить. Ну, ладно, давайте подождём. Так, ну что мы видим? Перебор опять. Да, походу с этим... Самосвечения мальца перебрал. Давайте сотню, что ли, уже выставим. И цвет мальца прибавим. Кстати, не выбирайте здесь пункт цвет. Насколько я знаю, у вас ничего из этого классного такого не выйдет. А вот уже сотенька, я не знаю. Давайте, знаете что, зарендерим только буковку одну, посмотрим. По-моему, у меня получается очень тёмная. Ну, в принципе... Если сравнить с нашей предыдущей, то... Кстати, как сделать такие фигульки, типа держалки. Может быть, они не круто у меня получились, но я им особо внимания не придавал. Я вам сейчас покажу. В принципе, урок завершён почти, то есть я показал, как создать такой эффект классный. Может быть, не на очень шикарном примере, но... Смысл, я думаю, вы поняли. Так... Вот уже что-то, но, видимо, основной... Почему у нас так светится буква G, это дело в том, что... Значит, слишком... Значит, может быть, много мы разбили её, его... Ну, букву... То есть, радиус мы можем вообще до двух уменьшить. Это, в принципе, неплохо. Так, давайте поставим, да... Вот, и как сделать эти фигульки, которые держат... Держалки. Значит, мы набираем сюда... В объекты... Вбираем объект цилиндра. Масштаб уменьшаем его. Набираем цилиндр и... Переводим в режим редактирования. Потом... Модель. Нажимаем... Нажимаем Shift, крутим на 90 градусов. Отлично. Я думаю, это запомнили уже. То, что я говорил. Так, и просто-напросто поднимаем сюда. Это вообще несложно. То есть, я говорю, не особого... Особого внимания я ему не... Не уделял. Вытягиваем. В режиме редактирования, заметьте, я это делаю. Потому что у вас так... Ну, я говорю, что у вас может так получиться, но я что-то перевел. Ладно, пофиг. Так. Прижимаем. Через Ctrl копируем. Увеличиваем. Сужаем. Это тоже надо сузить. Все, супер. И кидаем материал. Раз. Все. Мы кинули. Все легко и просто. Создаем новый. Кликаем по нему два раза. Так. Сейчас он загрузится. Рендер просто идет. Так. Самосвечение не нужно. Нужно только отражение. В отражении ставим... Так, так, так. Паранельку. Так. Почему нет? А, вот. Все отражение загрузилось. И ставим... В принципе, и тут особо заморачиваться. Не надо. 50 на 50 поставим. И... Так. Что, завис? Нет? А, нет. Цвет. Значит, цвет мы выбираем здесь. Темно-синий. Окей. Эм... Кидаем на... Вторую сферу. Ой, цилиндр. Так. Также идем в объекты. Выбираем здесь Тор. Тор мы... Уменьшаем. И также уменьшаем. Блин, давай. Вот, отлично. Вот, Тор. Супер. Закончилось? Да. Ну, что-то более-менее. Закрываем. Кстати говоря, можете... Ну, ладно, сейчас мы ее сделаем. Идем сюда. Давайте сюда. И опять с шифтом или без шифта. В принципе, не важно. Вот таким вот образом уменьшаем. Супер был так. Ну что, отлично. И все. И давайте кинем синенький материал сюда. И давайте попробуем сорендерить с помощью... Монте-Карла этого. Сглаживание. Если хотите, вы делаете. Максимальное. Но я что-то как-то не хочу. И рендеринг. Фрагмента. Так, стоп. Еще разочек. Хоп. Так, ну что, вот зарендерил. Видите, там мальца отражения есть. И так вы делаете с каждым объектом. Вы можете его через Alt-G в группу, значит, создать группу и так вот копировать. Видите, уже группой копируете. И то же самое с Тором. Тор там не обязательно в группу помещать. Зачем? Можно, но это не нужно. Вот, просто копируете. Раз. Все. Ну что, все. Давайте. Всем пока, короче.